Сегодня в Белгороде проверили готовность коммунальной техники к снегопадам. 121 единица уже прошла полное техобслуживание. Кроме того, муниципальное предприятие Белгорблагоустройство в свое распоряжение получило 17 новых машин и погрузчиков. Насколько наш город готов к непогоде, выясняла Евгения Дадон. Фронтальный погрузчик «Амкадор» первый раз езжает во двор эксплуатационно-дорожной службы Белгорблагоустройства. В этом году здесь два таких новичка. По сравнению с прошлым годом у нас добавилось 17 единиц новой техники. Три мы списали старой. Грубо говоря, 14 единиц новой техники добавилось по сравнению с прошлым годом. Всего же 121 единица, готовность которой сегодня проверили инспекторы технодзора. Фильтры и масла обновлены, работоспособность систем отлажена, ковши, ножи, метлы почищены, наточены местами и заменены. 218 человек предъявляют страховки и водительские удостоверения. К неожиданному снегопаду готовы. Прогнозов не строят, только мечтают, чтобы зима была поспокойнее. Помимо дежурных, которые есть в учреждении в самом, информация еще получает от Росгидромета, ГОЧС нашей муниципальной. Также ведется диалог с областями соседними, что идет снег. По опыту, в таких неблагоприятных моментах в течение зимы, ну где-то 3-4 дня суммарно за всю зиму, когда действительно количество остатков превышает средней нормы, и появляется затруднение определенное, да, потому что это не только обстановка, дорожная обстановка или затруднение на дорогах, это и обрыв линий электропередач, это и падение веток или деревьев, следственное липание. То есть это целый комплекс вот этих моментов, происшествий, которые возникают в таких ситуациях. А ледяной дождь вспомним. Также по опыту и коммунальщики, и спасатели знают, самый точный прогноз можно получить лишь за день, за два до непогоды. Потому готовятся к любым внештатным ситуациям заранее. К тому, что дома не будут появляться по несколько дней, тоже готовятся. Самые опытные водители Белгор благоустройства говорят, что и комнату отдыха на 20 человек к зимнему сезону также отремонтировали. Здесь будут отсыпаться после бессонных ночей, ждать прогнозов синоптиков и отдыхать, когда их машины ремонтируют. А на ремонт часто становится машина? Завает. Когда она работает, не выключаясь, бывает, часто становится. Ну, делаем, едем, едем, делаем. Продолжительных ремонтов никто себе позволить не может, а потому к зиме наполняют так называемый оборотный склад запчастей. А за машинами в работе пристально следит дежурный мастер. В распоряжении дежурных мастеров имеется программа «Скаут», которая позволяет в режиме реального времени отслеживать каждую единицу техники, которая находится на дежурстве. К слову, это не вся техника и далеко не все люди. Если стихия разбушуется не на шутку, к ликвидации последствий привлекут почти 100 человек из других городских служб. А для работы в 11 районах индивидуальной жилищной застройки привлекут частных подрядчиков. Крупногабаритная техника, малые коммунальные машины, погрузчики, экскаваторы – все обслужено по принятым нормам. Разметра и тротуары, есть снегометы, снег в сторону скидывает, много оборудования у него. А где в основном работаете? По тротуарам на площади, где большая техника не проходит, там работаем мы. А это так называемый противогололедный материал – песок и соль. Раньше их смешивал обычный экскаватор-погрузчик. В 2017 году Кулибин и Белгорблагоустройство придумали заимствовать идею с бункерами по подаче материалов на асфальтобетонном заводе и соорудили свою установку. Теперь качественно смешанную смесь 1 к 3 готовят до 360 тонн за смену. Говорят, коллеги из коммунальных служб Курска и Воронежа, приехав на белгородскую пескобазу, идеей позавидовали. Евгения Додон, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.